Вы смотрите новости на седьмом канале в студии Алис Татар. Здравствуйте. На выходных под Одессой произошло смертельное ДТП со стороны города. Мимо поселка Таирова в сторону Черноморска ехала Мазда. В этот момент пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте. Водитель иномарки из-за плохого освещения не успел отреагировать и сбил нарушителя. Мужчина скончался на месте. В трагедии разберутся следователи. На Михаила Кузаканя готовили покушение. Об этом сам политик заявил на своей странице в фейсбук. По его словам, личность посредника уже известна. З особистих джерел мені стало відомо, що відносно мене на замовлення готується вбивство у зв'язку з моєю публічною громадською діяльністю, що з дня на день перейде на стадію замаху. У зв'язку з неодноразовими погрозами та відсутністю реагування зі сторони правоохоронців я вимушений користуватись послугами охоронних структур. Разом із цим один зі співучасників злочину, який готується, готовий співпрацювати зі слідством, у зв'язку з чим є реальна можливість попередити вчинення особливо тяжкого злочину та викрити замовників і посередників у питаннях позбавлення життя людей у місті Одесі. По словам политика, к правоохоронителям он обращался месяц назад, однак те до сих пор не предприняли никаких действий. Михаилу Кузаканю пришлось обратиться за помощью в охранное агентство. Пропал подросток. Он ушел из дома 7 декабря около 12 часов дня. Сергею Евдокимову исполнилось 15 лет. Его рост 1,90 см, телосложение худощавое. Был одет в синюю куртку с капюшоном, вязаную шапку того же цвета, джинсы и коричневые ботинки. Родители просят Одеситов помочь в поисках сына. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить 102 или 048 766 89 98, а также 048 766 90 34. Обращаюсь к сыну, к его друзьям, кто его знает, что сыночка, давай все забудем, начнем с чистого листа. Я не знаю, там все забыли, ты взрослый парень, я очень тебя прошу вернись. 60 суток в СИЗО, такую меру пресечения вынес апелляционный суд Владиславу Андреевскому. Его подозревают в убийстве двоих людей в кафе Белине. Напомню, там в 2012 году мужчина вместе с сообщником устроили стрельбу, двух убили и троих ранили. Ранее суд приговорил Андреевского к пожизненному заключению, однако в начале года вердикт обжаловали потерпевшие и родственники погибшего против такого решения. Одна надежда, одна просьба и одно рвение души я требую пожизненного заключения для этого человека. Он не имеет никакого морального права находиться на свободе. Защитник не отрицает вину подозреваемого, но требует более мягкий приговор для Андреевского. Я не могу сказать, что мы добиваемся оправдания для моего клиента, но мы добиваемся справедливого приговора, который не будет связан с пожизненным лишением его свободы. Наказание, предусмотренное частью 2 статьи 115, это умышленное убийство, предусматривает наказание от 10 до 15 лет. Следующее заседание суда запланировали на 9 февраля. Отмечу, сообщника подозреваемого Романа Соханя приговорили к 3 годам тюрьмы, однако его выпустили благодаря амнистии. Микрорайон Шкодова гора уже полтора месяца остается без тепла. 163 семьи живут с холодными батареями. Неделю назад жители начали ежедневно перекрывать дорогу возле главного входа в нефтеперерабатывающий завод, где расположена котельная, местные жалуются, что в мэрии их попросту обманули. Пообещав запустить котельную, а еще городская власть так и не выполнила майское решение исполкома. Напомню, тогда в горсовете инициировали строительство двух независимых от НПЗ котельных на Шкодовой горе. На разработку проектов выделили миллионы гривен, но ни проектов, ни котельных пока так и нет. Будет сегодня подписано на приемки передачи, по крайней мере, планируется между государственным предприятием «Укротранснефтепродукт» и фондом государственного имущества. После этого договор подписывается с нашим коммунальным предприятием теплооснабжения фонда возле имущества. Котельная керамического завода также не работает. Причина долг местных жителей за прошлые отопительные сезоны почти в 200 тысяч гривен. Котельная отапливает три ведомственных дома. 24 населенных пункта остались без света из-за непогоды. На севере Одесской области сильный ветер со снегом оборвал электропровода. К счастью, спасатели уже все отремонтировали. По состоянию на 14.00 11 декабря бригадами Одесса Облэнерго свет во всех населенных пунктах, где он был отключен, восстановлен. В ближайшее время ухудшение погодных условий не ожидается. Спасатели ГСЧС работают в штатном режиме. Профилактика и методы лечения в рамках проекта «Медицина разборчивым почерком» рассказали, как преодолеть сезонную эпидемию гриппа. На лекции «Зимняя эпидемия. Насколько опасен грипп?» разложили вирус по полочкам и разоблачили популярные о нем мифы. Простыми словами о сложном вирусном заболевании далее в сюжете. Сезонный пик эпидемии гриппа в январе несет новые угрозы, говорят специалисты. К сожалению, в очередной раз к нам придет новый штамм гриппа, у которого у людей нет иммунитета. Грипп опасное заболевание, это вирусное заболевание, которое вызывает большое количество осложнений. Вирус гриппа не отравляет организм. Паразит просто размножается в клетках, заставляя иммунную систему распознавать их как чужие и атаковать свой же организм. В преддверии вирусной эпидемии аптеки предлагают различные противогриппозные препараты, а интернет – советы по профилактике и самолечению. Специалисты утверждают, что лекарственных средств от гриппа нет. Вирусы настолько сильно мутируют, настолько быстро приспосабляются к новым условиям, что наше лечение практически всегда является безуспешным. И вирус гриппа в том числе. Поэтому все, что рекламируется, все, что подается как профилактика гриппа, для лечения гриппа – это всего лишь лечение симптомов. Предлагаемые средства сбивают температуру, устраняют следствие, но сам вирус не уничтожают. Его способен победить только собственный иммунитет, когда распознает врага. В этом ему нужно помочь. К сожалению, это все не является профилактикой этого заболевания вирусного. Единственной надежной профилактикой является вакцинация. Но даже те люди, которые не вакцинировали, сегодня мы поговорим, как себя вести, как быть, какими предосторожностями предпринять. Уже мне бабушка под подъездом рассказала, что нужно варить пиво темное, какие-то желтки туда добавлять, и так с гриппом можно справиться. И, в общем, это помогает организму победить грипп. Ну, я ей, конечно, сказала, что лучше сделать вакцинацию, потому что я уже в курсе. Я пью завжди много. У меня есть и имбирь, и малина. Я завжди записываюсь на зиму, чтобы, не дай Боже, не захвореть. А я знаю, что когда грипп, то нужно пить очень много. Также специалисты советуют избегать людных мест во время эпидемии, правильно питаться, не переутомлять и всячески поддерживать свой организм. Одесская мэрия не реализовала 14 жизненно важных для города проектов. На них, к слову, из общественного бюджета выделили около 34 миллионов гривен. В частности, не сделали систему горячего водоснабжения в детской поликлинике на Академика Глушко и не закупили школьную форму для детей с особыми потребностями. Кроме этого, не отремонтировали твердое покрытие в сквере на Французском бульваре и отрезке дороги на Бочарова-Добровольского. На капремонт каждого участка выделили 5 миллионов гривен. Просел и проект по безопасным подземным переходам. Департамент городского хозяйства, общая сумма, которую сегодня дают неосвоение, 2 миллиона 300, это проект доступный в изпечные подземные переходы. По поставщик, который должен был поставить оборудование, подъемники именно для этих переходов, он не успевает в сроки. Среди неудавшихся проектов и их Одесса заплющенными от Шима, а также город скульптур. По словам директора департамента финансов Светланы Бедреги, часть проектов перенесут на следующий год. Веселый и немного печальный фильм о неунывающей жизни в современной Южной Пальмире. На встрече с режиссером и актерами прошел допремьерный показ кинокомедии «Одесский подкидыш» по пьесе Георгия Голубенко. Как представили одесскую историю, смотрите далее в сюжете. Кинокомедия «Одесский подкидыш» – это история любви, которая преодолевает все преграды. А еще непредсказуемый сюжет и яркие узнаваемые герои. Главный персонаж – Одесса с ее неповторимым сплетением юмора и трагизма. А неунывающие жители современной Южной Пальмиры – любимые актеры сериала «Маски-шоу». У меня, наверное, это хроническое заболевание. Я всю жизнь играл дедушек, в «Масках-шоу» я играл дедушек. И вот эта роль. Наверное, несложно перевоплощаться. Наверное, мне уже тоже когда-нибудь пора стать дедушкой. По словам актера, кинокомедия ломает устоявшиеся стереотипы ликвидации, мишки Япончика и Соньки золотой ручки. Но это не все Одесса, потому что в Одессе не обыкновенное, не бесчетное количество талантливых людей, которых мы разбросали, раскидали по всему миру. Но не мы, Одесса поделилась просто. Одесса – это мать гениальных людей. И она своих детей раздает всем, ей не жалко. Фильм вырос из одноименного спектакля, который успешно собирал аншлаги как в Одессе, так и по всей Украине. Сразу скажу, что фильм очень отличается от спектакля, хотя текст я практически не менял. То есть я постарался сохранить произведение Гаррика Голубенко. Практически там ничего не изменено в тексте, за исключением того, что пьеса написана на трех персонажей. А там у меня около 12. Фильм уже покорил зрителей Минского кинофестиваля «Листопад» и ожидают документы для выхода в широкий прокат. Александр Кац, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Василий Ломаченко уже в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Он победил кубинца Гильермо Ригон за техническим нокаутом на Нью-Йоркской арене. После шестого раунда соперник отказался продолжить поединок из-за полученной травмы. Отметим, Ломаченко завоевал чемпионский титул в июне 2016 года после досрочной победы над Пуэрториканцем Романом Мартинесом. Для Василия это был уже одиннадцатый бой. Из них двукратный олимпийский чемпион одержал 10 побед, 8 из которых нокаутом и лишь раз уступил сопернику. Гильермо Ригон даже проиграл впервые. Этот бой для него стал уже семнадцатым. На этом у нас пока все. Информационные итоги понедельника мы подведем, как обычно, в 20.00. Ну а мой коллега Сергей Бандур готов продолжить знакомить вас.